США объявили о новой оборонной помощи для Украины. Пакет на 350 миллионов долларов уже 34 с августа 2021-го включает в том числе боеприпасы для комплексов «Хаймарс» и артиллерийские снаряды, минометные системы, гранатометы, стрелковое оружие, ракеты «Харм», а также оборудование для разминирования и ремонта машин, тепловизоры и другую оптику. Этот пакет военной помощи содержит больше боеприпасов для предоставленных США «Хаймарс» и «Гаубиц», которые Украина использует для своей защиты, а также боеприпасы для боевых машин пехоты «Брэдли», ракет «Харм», противотанкового оружия, речных катеров и другого оборудования. Только Россия может закончить свою войну сегодня. Пока Россия этого не сделает, мы будем объединены с Украиной столько, сколько потребуется. Из заявления госсекретаря США Энтони Блинкина на сайте Государственного департамента США. Еще миллион артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев Украине поставят страны Евросоюза. Речь идет о боеприпасах 155-мм калибра. Они подходят для артиллерии стандарта НАТО. В первую очередь необходимо передать боеприпасы, снаряды, которые остались для украинских вооруженных сил. В дальнейшем необходимо будет нарастить производство и наращивать производство для того, чтобы, во-первых, то есть задача сложная на самом деле, во-первых, восстановить то, что было передано Украине на запасах, на складах и следующее, это еще продолжать поддержку Украины. Миллион до конца года это достаточно такая хорошая, увесистая цифра, но если мы посмотрим на поле боя, на состояние, которое есть, то нам необходимо даже больше. 30 миллионов долларов на нелетальное вооружение и 470 миллионов на энергетический сектор. Решение предоставить новую помощь Украине приняла Япония, страна, которая придерживается одного из самых строгих в мире подходов к экспорту вооружений. Согласно японскому законодательству, оборонным компаниям и госучреждениям запрещено продавать или передавать военную технику в другие страны. После 24 февраля 2022 года японское правительство внесло изменения в собственные процедуры. Благодаря этому украинские защитники получили от Токио снаряжение, разведывательные беспилотники и оборудование для разминирования. В Японии есть ограничения на экспорт оборонной продукции, то есть вооружения. Сейчас ведутся дискуссии о том, чтобы расширить список стран, которые могут получать такого рода вооружения от Японии. Имеется в виду, чтобы ограничительные меры в сфере экспорта вооружения не распространялись на страны, пострадавших от агрессии, идущие в разрез нормы международного права. Получить истребители от партнеров – один из приоритетов украинского военного командования с первых месяцев Большой войны. Решение о передаче авиации, пока что советского образца, первой приняла Польша. Ее примеру последовала и Словакия. Премьер республики Эдуард Хегер одобрил отправку 13 самолетов МиГ-29. Объективный срок, когда мы можем получить эти F-16, это будет, я думаю, не раньше осени. Тому моменту, когда летчики пройдут обучение, тому, как технари пройдут обучение, получим всякие эти заправщики и все остальное добро. Пока до того момента все выглядит так, что со всех стран бывшего советского лагеря нам будут переданы все советские самолеты МиГ-29, Су-25, вот мы получили от Северной Македонии. Да, они там в состоянии запчасти, но тоже они свою пользу определенную принесут для обороны страны. И на эти МиГ-29 будет установлено современное вооружение стран НАТО. Для успешного контрнаступления и уничтожения российской обороны ВСУ нужны танки. В Белом доме о передаче Украине Абрамсов заявили еще в январе, но на поле боя в Украине они должны были появиться не раньше конца 2023 года. Однако в США нашли способ передать Украине танки быстрее. Вместо версии М1А2 отправят более раннюю М1А1. Они окажутся в распоряжении ВСУ до конца лета, сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер. Кроме того, быстрее, чем изначально планировалось, США поставят Украине и системы противовоздушной обороны Патриот.